Еще одним сюрпризом, который приготовили нам исторические клубы, будет юрта кочевников эпохи Золотой Орды. Она будет находиться вот в этом месте. Это музей под открытым небом. То есть все желающие, гости, участники нашего фестиваля, наших праздников могут посетить этот музей. И там очень квалифицированные реконструкторы, которые знают историю Средневековья, расскажут о всех экспонатах и об эпохе Золотой Орды. Вход в импровизированный музей абсолютно бесплатный. Каждые 15 минут сюда будут запускать небольшие группы. Юрта символично отделит территорию участников русских гонзейских дней. Они состоятся с 29 по 1 июля одновременно с фестивалем «Город ремесел» и празднованием Дня города. Шатры гонзейских ремесленников расположатся на Кремлевской площади со стороны проспекта Победы. Также в конце июня состоятся и другие реконструкции и мероприятия, которые погрузят Луакжан в историю Средневековья. Афиша и международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел» очень обширна, как и афиша русских гонзейских дней в Вологде. И, наверное, самая интересная составляющая гонзейских дней – это будет фестиваль средневековой реконструкции. Лагерь будет располагаться, средневековый лагерь будет располагаться в Кремлевском саду. А вот в субботу в Вологжанам и гостей города удастся посмотреть теорическое шоу. К нам приедут реконструкторы из исторических клубов Тулы, Чебоксар, Мурома, Москвы Московской области, города Кириллова. И, конечно, самое интересное, что ожидают зрители – это зрелищная программа «Воины Средневековья» и средневекового гонно-дефилия. Пешие бои, рассказ о военном оружии, о тактике ведения боя – это все можно будет увидеть на стадионе «Буревестник» напротив входа в Кремлевский сад. Восьмые русские гонзейские дни соберут в Вологде делегации 11 городов, среди которых Великий Новгород, Порхов, Тихвин и Торжок. С 29 июня по 1 июля в Вологде будет работать гонзейский пикник, откроется музей Средневековья. Ожидаются участия более 400 человек, представляющих Гонзейский союз нового времени.